Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. Микрофон Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожар ИЧС спасатели совершили более 160 выездов. На пожаре погиб один человек, четверо пострадали. А вот 15 человек, в том числе одного ребенка, работники МЧС за это время спасли и эвакуировали из опасных зон. А сейчас о более значимых происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник работники МЧС провели операцию по спасению трехлетнего ребенка. Мальчик засунул пальцы под накладку эскалатора. ЧП произошло в начале шестого вечера в торговом центре Галилео на Бобруйской. В считанные минуты подоспевшие спасатели помогли освободить руку ребенка. С подозрением на переломы его доставили в больницу. К счастью, предварительный диагноз не подтвердился и мальчика с ушибом пальцев отпустили домой. Комическая ситуация случилась во вторник днем. На улице Матусевича кот вырвался из руки хозяйки и забился под киоск в Белсоевспечате на остановке общественного транспорта. Женщина объяснила, что везла своего питомца в ветеринарную клинику, но почему не воспользовалась специальной клеткой, непонятно. Хотя такие эпизоды не входят в компетенцию экстренных служб, спасатели пошли навстречу и достали застрявшее животное. Правда, при этом пришлось поднимать весомую конструкцию павильона с помощью гидравлического инструмента. Таким образом, бойцы МЧС обеспечили этой истории счастливый конец. Минск чрезвычайный. Середина недели в оперативных сводках столичных спасателей не отметилась какими-либо серьезными по своим последствиям происшествиями, чего нельзя сказать про минувшие выходные. В субботу около 11 вечера 34-летний водитель Hyundai Solaris ехала по улице Казинца, не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП женщина оказалась заблокирована в салоне. Из автомобиля ее при помощи специнструмента доставали спасатели. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали в больницу. Сразу две многоэтажки горели в Минске в воскресенье. Утром на номер 101 от жильцов поступило сообщение о загорании в 12-этажке по улице Бачила. Когда спасатели пожарные прибыли, к месту вызова горела однокомнатная квартира, расположенная на 10 этаже. Работниками МЧС был спасен хозяин квартиры 56-го года рождения. Он находился в бессознательном состоянии на полу в горящей комнате. С отравлением продуктами горения, ожогами тела, в состоянии алкогольного опьянения мужчина был госпитализирован в больницу. В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате и закопчена квартира. Причина пожара устанавливается, а рассматриваемая версия возникновения пожара – это неосторожность при курении пострадавшим. МЧС напоминает, курение в нетрезвом состоянии – это основная причина пожаров и гибели людей на нем. В втором случае неосторожное обращение с огнем также едва не привело к трагедии в одном из домов, расположенном на улице Текотского. Оперативно прибывшие по вызову спасателя обнаружили, что из окна квартиры на шестом этаже девятиэтажки идет дым. Горелое имущество в прихожей и в жилых комнатах. На момент пожара в квартире находилась хозяйка 61-го года рождения. Женщина самостоятельно вышла на лестничную площадку. Работниками МЧС с помощью масок для спасаемых было эвакуировано с расположенных выше этажей 9 человек, среди которых был шестилетний ребенок. К счастью, никто не пострадал. Вероятной причиной случившегося стала оставленная хозяйкой без присмотра зажженная свеча. И еще об одном воскресном спасении. Вечером 58-летний мужчина застрял в перилах лестничного проема в подъезде дома на улице Уральской. А так как очевидцев и помощников рядом не оказалось, чтобы не испытывать судьбу, нетрезвый мужчина решил обратиться за помощью к спасателям. При помощи аварийно-спасательного инструмента они помогли ему освободиться. В результате происшествия мужчина не пострадал. Такой была оперативная обстановка в столице на прошлой неделе. Будьте здоровы, соблюдайте правила безопасности. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!